Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Я сегодня решила с вами поделиться тем, сколько стоит День жизни в одном из самых дорогих городов США, Сан-Франциско. Если вы вдруг рассматриваете переезд в Америку, это видео будет суперполезным. Если вы турист, я поделюсь лайфхаками, как сэкономить. А если вы просто смотрите, то вам будет полезно посмотреть, что получают жители Сан-Франциско за те сумасшедшие деньги, которые они тратят каждый день. Поэтому погнали! Когда я приехала в Сан-Франциско в первый раз, я была уверена, что после Монако вот никакой город по дороговизне не переплюнет. Но Сан-Франциско с каждым днем разрешал этот стереотип. С чего начинается каждое утро? Конечно, с завтрака. У меня он на протяжении 20 лет не меняется. Я все время ем кашу, немножко меда, клубнику и чаек. Что самое классное в этом завтраке, он готовится за 2 минуты. И вы можете в любой точке мира, где бы вы не были, добыть продукты для этого завтрака. Так вот, в Сан-Франциско такой завтрак, если вы сходите в любой супермаркет, купите молочко, клубнику, кашу, разделите это там на 5-6 дней, насколько вам хватит, получается примерно 3-4 доллара, так что недорого. И всем туристам тоже советую. Cheers. Ты так на меня смотрел. Олег тоже хочет кушать, а я ему не разрешаю. Пуш-то съемки. Пуш-то съемки. Все дела. Давайте сейчас просто возьмем чашечку черного чая в Сан-Франциско и посмотрим, сколько она стоит. 4 доллара 25 центов. Есть блогер такой, Гэри Вейнерчук, он все время про то, что нужно экономно жить, вкладывать деньги там в дело и так далее. Он говорит, в тот момент, как только вы купили кружку кофе за 5 долларов, вы испорчены и неправильно инвестируете деньги. Вот я сейчас купила чашку чая черного за 4,25. Дешевле тут, к сожалению, найти, но зато он безумно вкусный. В Америке очень популярны так называемые convenience stores. То есть это такой магазин, который находится недалеко от твоего дома. Тут все немножко с наценкой. Вот мне сейчас нужна паста, я же не поеду в какой-нибудь там большой Walmart. Просто зашла и купила, да, вот как любой турист может зайти, ему так нужна паста. Дайте, вот возьмем Calgate. Да, подешевле 4 доллара стоит ежедневная паста Calgate. Кстати, ребят, кто не был еще никогда в Америке, не забывайте, что в Америке есть приятный сюрприз для туристов. Вы подходите на кассу, вот цена этой пасты 4 доллара 9 центов, а на кассе она будет примерно на 9% выше, потому что в Сан-Франциско один из самых высоких налогов на покупки в стране. И налог добавляется на кассе, и только на кассе вы узнаете финальную стоимость. Пожалуйста, налог составил 35 центов. Приятный сюрприз. Одна из самых больших проблем в Сан-Франциско, одна из самых таких тяжелых статей расхода, это проживание. Потому что даже люди, которые работают в Гугле, а в Гугле, извините, у меня зарплата там 100-120 тысяч долларов в год, в Фейсбуке, многие из них не могут позволить себе просто вот взять и снять даже однокомнатную квартиру, потому что цены сумасшедшие. Поэтому обычно люди, которые приезжают в Сан-Франциско, снимают комнату. И в среднем, если снимать комнату, вы отдадите где-то, ну, от полутора до двух с половиной тысяч. Но есть один лайфхак. В Сан-Франциско очень много умных домов, мы с вами находимся в одном из них. Это дома, в которых помимо твоей квартиры есть еще каворкинг бесплатный, есть тренажерный зал, куда приходит преподаватель с тобой занимается, периодически бесплатная еда, то есть много всяких плюшек, и ты таким образом начинаешь экономить. Так вот, в таком доме примерно снять отдельную спальню с туалетом будет стоить две с половиной тысячи долларов в месяц. То есть где-то в день вы будете отдавать 80-90 долларов. В Америке лучше всего по приезду купить местную симку, потому что это будет дешевле. Но проблема в том, что в среднем тут тарифы, вот которые у меня сейчас без лимит, который два месяца назад был, сейчас у меня еще дороже, стоит 60 долларов. Если ты подключаешь роуминг, то ты платишь там 100 долларов в месяц. Это перебор. Когда мы приехали на очень низком бюджете, у T-Mobile я нашла очень клевый тариф, который 3 доллара в неделю. Он очень странный, все входящие звонки платные, все смс-ки платные, но когда ты плачешь 3 доллара в неделю, ты получаешь 1 гигабайт в неделю дейты, и у нас тогда не было интернета дома, не было ничего, и я пыталась за этот гигабайт уцепиться и неделю его расходовать. Поэтому для тех, кто путешествует с низким бюджетом, T-Mobile тариф 3 доллара в неделю и 20 долларов платите за сим-карту. Ребят, пришли во всеми любимый Магдачок. Один прием пищи в день можно себе позволить. Плохой фастфуд. Сейчас возьмем самый-самый, что ни на есть стандарт. Ну, это то, что примерно всегда происходит в Сан-Франциско. Очень много бездомных. Вы можете просто сделать вид, что вы ничего не понимаете. Один раз я так сделала в Германии, и чувак мне по-русски сказал, что ты не понимаешь, деньги есть. Вот, поэтому аккуратненько. Вот, короче, возьмем с вами Big Mac меню. Посмотрим, сколько стоит, попробуем и смотрим. 10 долларов 82 цента. Ребят, я честно не очень хотела тут есть. Потому что я знаю, что там живот болит и так далее. Но ты заходишь в Макдональдс, и из-за этого запаха, вот этой вот картошечки и так далее, ты просто хочешь тут же кушать. У меня здесь есть знакомый, который работает в компании, которая занимается промышленные запахи. Так вот, он мне рассказал, когда вы садитесь в новую машину, вот этот запах новой машины, это не потому, что там новая кожа или новая отделка и так далее. Это потому, что там попшикали специальным запахом, который какое-то время держится, и который как наркотик действует. Человеку поэтому все время хочется новую тачку, а не бэушную купить. Макдональдс, то же самое. Они здесь распыляют, ну, я не знаю, как они это делают, через, видимо, кондиционер, они просто с духами ходят. Специальный запах, который делает вас голодными, вы хотите больше есть. Мне сказали, что во многих супермаркетах, особенно премиум сегмент, тоже распыляют в отелях, всегда вы чувствуете специальный запах. Короче, все это маркетинг. Ребятушки, ставьте лайк. Всем, кому резко захотелось, макдачок после этого видео. Следующая статья расходов в Сан-Франциско – это продукты, еда. И если посчитать, в неделю на двоих сколько мы тратим? Один поход – это минимум 50 долларов все время. И мы ходим раза три, наверное, да? За 150 долларов в неделю. 150 в неделю на двоих, 75 на одного, умножаем на 4, получаем 300-500. Вот вы меня спросите, Марин, а почему же тогда в Сан-Франциско ты живешь, если все так дорого? А вот поэтому. Потому что, например, Amazon Go открыли. Это магазин, в котором нет вообще продавцов, и все по приложению, и никто ничего не узнает и не увидит. Поэтому, в смысле, все увидят, и все записывают мне на телефон. Знаете, что первое Олег меня спросил? Первое, что когда он сошел в магазин, говорит, Марина, если я вот так вот накрою, они же не увидят тогда, что я спела. Все увидят, все трекается. На потолке несколько сотен камер тысяч. Посмотрите, все черные штукени, которые висят, это камеры, которые трекают абсолютно все. Поэтому украсть не получится. Кто захотел попробовать. Все, вот я взяла. Даже если я поставлю сейчас на пол, куда-нибудь на другую полку, он поймет, что я не взяла в итоге. Если я положила в пакетик там или просто в руке несу, значит, я буду выходить. Автоматически из моего Амазон-аккаунта вычтется денежка и засчитается покупка. Ну что, ребята, Маришка против Амазона. Кто кого? Помните, колечко-колечко, выйдем на крылечко. Есть? Нет? Я не знаю. Как будто ничего нет. Положила, не положила? Не знаю. Может, я обратно кладу. Удался эксперимент или нет? Узнаем на выходе. Ребята, момент истины. Мне только что пришел чек от Амазона. Он шел целый час. Смотрим, засчитали или нет. Ребята, они все видели. Вы видели, как я пыталась аккуратно все сделать. Следующий пункт расходов, который тоже довольно большой. У меня не было таких больших расходов на страховку в России. В общем, за страховку платит моя компания LingvaTrip, но так как LingvaTrip это моя компания, соответственно, считайте, плачу я. Страховка в месяц стоит 400 долларов. И это не самая такая страховка, типа, которая все-все-все покрывает. Сразу, когда я иду к врачу, я плачу 15 долларов. Ну, классно, что включен там массаж, какой-то акупунктура. Но в любом случае, ребят, если вы приезжаете, и вы пока не резидент Америки, я вам очень рекомендую просто взять туристическую страховочку на каком-нибудь сайте. Это будет дешевле, чем 400 долларов, и она вам будет покрывать все несчастные случаи. А уже болеть в США, когда придумаете, да, когда приедете, это будет намного дороже. Пару раз в неделю, а иногда чаще. Сколько раз в неделю? Я думаю, что реально надо 4. В день? Нет, в неделю. 4 раз в неделю, да. Мы где-то ходим кушать куда-то, да. А, я думал в Азуму только. А, нет. А так-то мы каждый день ходим куда-то кушать. В Азуму только 4 раза. Не, ну именно в ресторан. Где-то взять перекус мы делаем. Да, это прям ресторан мы пришли. В общем, в ресторан мы ходим, наверное, ну 3-4 раза, да, в неделю. Ладно. В общем... Остальное время Маришка готовит обалденные блюда. Я готовлю. Поход в ресторан на двоих стоит 60 долларов, то есть 30 человека. И примерно где-то 15% мы оставляем на чай обычно, да? Да. То есть это где-то 35 долларов стоит покушать в Сан-Франциско, а в ресторане. Чис. Давай. Как ружье. Следующая важная вещь, которую нужно помнить, запрещайте в Америку. Потому что здесь большие проблемы с общественным транспортом. Он здесь довольно редко ходит, никогда не дождаться автобуса, может по полчаса ждать. Это верно для городов, вот всех, которые небольшие. В Нью-Йорке там все в порядке с метро. Вот. В Сан-Франциско есть метро, которое называется Барт, которое, если честно, не сильно по городу останавливается, а в основном соединяет город с северной частью Бэй-Эрии. И есть Калтрейн, который соединяет Сан-Франциско с Кремниевой долиной. Так вот, Дэй-Пас, ну то есть проездной на день на Калтрейн обойдется где-то в 12 долларов, плюс там небольшая наценка в виде налога. Вот. Но вы сможете ехать до Пал-Альто, до Монтан-Вью, то есть туда, где находятся все топовые компании и все главные офисы. Если просто передвигаться по Сан-Франциско, я очень рекомендую Uber или Lyft. А промокоды внизу, кстати, будут. Выбирайте опцию Pool. Это когда вы едете с кем-то. Да, вы будете ехать дольше, пока одного подберете, пока другого. Но в среднем у меня поездка выходит где-то 6-10 долларов. Обычно я езжу за 6, потому что все примерно в одном пятачке. Поэтому рассчитывайте свой бюджет. Ну что, ребята, на экране появилась сумма, которую в среднем я трачу в месяц в Сан-Франциско и в среднем столько тратят местные жители. Да, это дофига. Да, когда я жила в Германии, в России, этой суммы мне хватало на несколько месяцев. И что еще важно учесть, что я не учла шоппинг, на который тут тянет просто везде, потому что, например, сзади меня магазин Walmart, там супер дешевая одежда, постоянные распродажи, все бренды, которые мы любим. Поэтому, если вы сюда собираетесь, еще нужно какой-то бюджет выделить на одежду. Почему я здесь нахожусь? Вы сегодня видели. Инновации, постоянное солнце, самые крутые компании. И, понимаете, когда ты в возрасте 20-30 лет, у тебя прет из тебя энергия, и тебе хочется направлять ее на то, чтобы развиваться. Так вот здесь я ощущаю максимальное развитие. Поэтому я ощущаю, что деньги, которые мы тратим, они оправданы. Напишите, пожалуйста, внизу, как вы думаете, оправдана такая трата или нет. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, кнопка внизу, и лайкайте это видео, если вам понравился контент. Мы встретимся с вами в следующих влогах. Пока-пока.